Тяга к литературному творчеству у Елены Ершовой с самого детства. Песни и стихотворения она начала писать ещё в школьном возрасте. Когда Елена Вячеславовна пришла работать в Саровскую православную гимназию, то первым делом написала гимн для учреждения. Потом стала участвовать в конкурсах для авторов и композиторов песен. Директор гимназии активно поддерживала творчество педагога, помогала направлять его в нужное русло. Так на базе гимназии появился ансамбль «Перемена». Елена Ершова стала руководителем коллектива, сочиняла тексты, музыку. Ребята начинали с выступления на школьных спектаклях. Мы начали спектакли украшать музыкой, музыкальными песнями. У нас так поставлено порядка 4-5 спектаклей, для которых писались специальные песни, начиная с трёх песен до пяти песен для каждого спектакля. То есть и спектакли приобретали такой совершенно другой окрас. То есть, когда есть живая музыка в спектакле, и дети участвуют, и поют, и играют. Это совсем по-другому смотрится. Постепенно деятельность коллектива стали замечать, и творчество ансамбля «Перемена» вышло за пределы гимназии. Ребята сняли клип на одну из песен, выложили в интернет, и после этого с педагогом связалась Нижегородская епархия. Школьный коллектив позвали на радиостанцию «Образ» в Нижний Новгород и предложили записать песню в студию звукозаписи. Сравчане дебютировали на радио с пасхальной песней «Обыкновенное чудо». А позже телекомпания «Образ» сделала клип на эту композицию. Ансамбль продолжает сотрудничать с радио. Все новые композиции гимназистов можно услышать на радиостанции. У нас записано порядка 15 песен в хорошем качестве, которые можем слышать не только мы, и наши родители, и педагоги, но и любые другие слушатели. Любая перспектива – это обучить молодежь и довести их до такого же уровня, скажем так, на котором мы сейчас находимся. То есть нам уже ниже нельзя, от нас уже ждут. Поем мы о разном, о добре, о дружбе, о любви, о святых, о праздниках православных. С проектом «Добрые песни» Елена Ершова выступила на конкурсе «Серафимовский учитель-2024» и стала лауреатом педагогической премии фонда преподобного Серафима Саровского. В своем проекте педагог описала воспитательный потенциал вокально-инструментального ансамбля «Перемена». Мы решили, что это очень хороший пример для других, и вообще возможность принять участие и показать всем, что у нас есть. 981 участник давали заявление и рассматривались их работы. Но я не человек, который получил самую высшую награду, то есть звание «Серафимовский учитель». Я лауреат, но там в лауреат попали 37 человек всего. Сейчас Елена Ершова планирует и дальше работать с гимназическим ансамблем. И, возможно, в дальнейшем снова побороться за звание «Серафимовский учитель». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.